Разлив нефти в 202 микрорайоне под таким сценарием в Якутске прошли учения спасателей по ликвидации последствий экологического ЧП. Подробности у Афанасии Николаева. Первыми к месту ЧП прибывает дежурная смена спасателей и группа ликвидации аварийного разлива нефти. Бойцы оценивают площадь условной утечки и приступают к локализации места разлива. Катером устанавливаются боновые заграждения. На воду опускается техника для сбора нефти. В небе баражирует беспилотник для оценки ситуации. В ежегодных учениях задействованы практически все силы и средства службы спасения Якутии. Сегодня участвовало 30 человек спасателей, 2 единицы катера и специальное оборудование, снаряжение по ликвидации аварийного разлива нефти продуктов и 4 единицы техники, автотехники. Водолаз Афанасий Семенов проводит разведку. Тем временем ликвидаторы распыляют сорбем для сбора разлива. В случае реальной утечки специальный состав питает нефть и его соберут механизированные скиммеры. Расставили по плану ликвидации разлива нефти оборудование, скиммера, пороговый, скиммер, шеточный, мотопомпа, спайт, шансовые инструменты, распылитель сорбента. И вот так тщательно потистили. Стоит сказать, что важность учений подчеркивает тот факт, что только в этом году спасатели уже два раза выезжали на крупные утечки нефтепродуктов. И выучка, полученная во время тренировок, помогла четко отработать на боевых операциях. Боевая подготовка специалистов службы спасения довольно высокая. В этом году мы уже два раза принимали участие непосредственно на локализации, ликвидации розлива нефтепродуктов. Первое у нас это, когда на автозаправочной станции была утечка более одной тонны бензина. Второе, значит, наши специалисты выезжали в Устьянский, Нижневенский районы для ликвидации аварии. В общем, учения прошли в штатном режиме. Действия всех задействованных подразделений службы спасения Якутии получили высокую оценку руководства. Афанасий Николаев, Сергей Алексеев, НВК Саха, Якутск.